Здравствуйте, уважаемые подписчики, уважаемые слушатели. Если вам нравится наш канал, то по возможности поддержите его финансово. Реквизиты для оказания помощи указаны в описании к данному ролику. Будем вам искренне признательны. С уважением, руководитель канала «Актер» Юрий Яковлев-Суханов. Рекс Стаут И быть подлецом Часть пятая «Не знаю воинственно», — сказал Трауп, — «и меня это не волнует. Медоус тоже не знает». «Но вы помогали передавать бутылки и стаканы». «Да, я уже говорил вам. Для меня это было развлечение». Он скинул руки вверх. «Развлечение!» «Еще одно», — вставила мисс Фрейзер, обращаясь к Вульфу. «Мистер Медоус сказал, что все, кроме меня, видели, что моя бутылка находится у мистера Орчарда. Это лишь частично правда. Сначала я ничего не заметила, но когда я поднесла стакан к губам и почувствовала запах хайспота, то поняла, что мой стакан у кого-то другого. Я сделала вид, что пью и, продолжая следовать сценарию, увидела, что бутылка с наклеенной лентой стоит немного ближе к Орчарду, чем ко мне. Он сидел напротив. Я начала думать, что предпринять, не потому, что у меня был хайспот, а потому, что у него был кофе. Вдруг он выпалит, что содержимое его стакана напоминает по вкусу кофе, особенно после того, как он сделал два больших глотка. Я почувствовала облегчение, когда поняла, что он не собирается этого делать. Но тут он вскочил с этим жутким криком. Поэтому то, что сказал мистер Медоус, правда лишь отчасти. Полагаю, что он продолжает меня защищать, но я уже устала от чьей-либо защиты. Он не слушает Лина, заметила мисс Коппел. Действительно, можно было сделать такое заключение, но это не соответствовало действительности. Вульф откинулся в своем кресле и закрыл глаза. Даже мне могло показаться, что он задремал, если бы не две детали. Во-первых, приближалось время ужина, а во-вторых, кончик указательного пальца его правой руки снова и снова вычерчивал маленькие круги на подлокотнике кресла. Пауза продлилась полминуты, минуту, вторую. Кто-то что-то сказал. Вульф приоткрыл глаза и выпрямился. Я могу, сказал он, обращаясь скорее к себе, чем к ним, пригласить вас на ужин или попросить приехать после ужина. Но если мисс Фрейзер устала находиться под защитой, то я устал от того, что меня обманывают. Есть вещи, которые мне необходимо узнать, но я не собираюсь вытягивать их из вас клещами. Если вы готовы дать мне факты, то я готов их принять. Вы столь же хорошо знаете, что мне нужно, как и я сам. Возникает предположение, что это была попытка убить мисс Фрейзер. Какие существуют доказательства и какие факты могут опровергнуть эту гипотезу? Кто хотел смерти мисс Фрейзер и почему? В особенности, кто из тех, у кого был доступ к кофе, начиная с момента, когда он наливался в бутылку в ее квартире и до того, как он наливался ей в студии и так далее. Я не хочу задавать все эти вопросы. Вы знаете, что мне нужно. Расскажет ли мне кто-нибудь про это? Вульф осмотрел присутствующих. Никто не произнес ни слова. Кому-то может не захотеться говорить в присутствии остальных. В таком случае, может быть, вы вернетесь позднее, сегодня вечером. Если бы у меня было что сказать, заверил Билл Медоуз, я бы сказал сейчас. Это точно, согласился Траук. Не думаю, мрачно сказал Вульф. Чтобы что-нибудь вытянуть из вас, понадобится еще одна, мисс Шепперд. Даю еще один шанс. Если вы не хотите в присутствии остальных договариваться о встрече со мной, у меня всегда кто-нибудь ответит на телефонный звонок. Но я советую не оттягивать. Он отодвинул кресло и выпрямился. Вот все, что я могу сказать. Им это не очень понравилось. Они захотели знать, что он намерен предпринять. Особенно они хотели знать, что будет секретом. Услышит ли мир о том, что делает глоток хайспота с Мадлен Фрейзер. По этому поводу Вульф отказался взять на себя какие-либо обязательства. Наиболее упрямым из всей компании был Трауп. Когда остальные наконец ушли, он все еще оставался, не желая проигрывать боя, и даже пытался пройти за Вульфом на кухню. Чтобы отвязаться от него, мне пришлось быть грубым. Когда Вульф появился из кухни, он вместо того, чтобы завернуть налево к столовой, вернулся в кабинет, хотя ужин был готов. Я пошел за ним. В чем дело? Нет аппетита? Свяжись с Крэмером. Я подошел к своему столу и набрал номер. Вульф взял трубку. Здравствуйте, сэр. Он был вежлив, но неподобострастен. Да. Нет. Конечно, нет. Если вы приедете ко мне после ужина, скажем, часов в девять, я расскажу вам, почему вы так и не продвинулись в деле Орчарда. Нет, не только это. Я думаю, что вы сочтете это полезным. Нет, лучше в девять часов. Он повесил трубку, сердито посмотрел на меня и направился в столовую. К тому времени, как он уселся, заправил салфетку, вырез жилетки и снял крышку с кастрюли лукового супа, его лицо абсолютно прояснилось, и он уже был готов замурлыкать. Глава двенадцатая Инспектор Крэмор, удобно расположившись в кресле из красной кожи, с пивом, стоящим на маленьком столике у подлокотника, произвел движение челюстью так, что незаезженная сигара приняла почти вертикальное положение в левом углу его рта. Да, признался он, дело дрянь. «Можете купить все за двадцать пять центов. Или я старею, или убийца становится ловчее». На самом деле он посидел, и его талия, хотя она никогда не сравнится с талией Вульфа, начала расползаться. Но глаза его были, как всегда, проницательны, его сильные широкие плечи не собирались опускаться под бременем лет. «На-а-а!» Продолжал он, и голос его звучал более свирепо, чем был на самом деле, потому что он пытался говорить сквозь зубы, а во рту у него была сигара. «От вас мне не нужно двадцати пяти центов. У вас такой вид, будто вы не нуждаетесь ни в чем. Вы так довольны, словно вам только что подарили герань». «Я не люблю гераний». «Тогда почему такая радость? Вы что, уже дошли до момента, когда готовы приказать Арчи отослать клиентам счета?» На самом деле он не только не был свирепым, но явно подлизывался. Обычно он называет меня Гудвин. Он говорит Арчи только, когда хочет создать впечатление, что является членом семьи, что совершенно неверно. Вульф покачал головой. «Нет, до этого еще далеко. Но я действительно доволен. Мне нравится положение, в котором я нахожусь. Похоже, что вы и ваши вышкаленные люди, а их по моим подсчетам около тысячи, в таком серьезном деле, как это, собираетесь как следует потрудиться, чтобы помочь мне заработать гонорар. Разве этого мало, чтобы я самодовольно улыбался?» «Вы несете чушь!» В голосе Кремера было уже меньше сахара. «Судя по газетам, до гонорара еще далеко». «Конечно», — согласился Вульф. Он откинулся и удовлетворенно вздохнул. «У вас сейчас слишком хорошее зрение, чтобы не видеть ситуации, которая весьма необычна. Не хотите ли, чтобы я вам ее описал?» «С удовольствием! У вас это великолепно получается!» «Полагаю, что да. Вы не продвинулись вперед и после десяти дней завязли в болоте, потому что существует решающий факт, которого вы не обнаружили. Я узнал его, разговаривая с теми же самыми людьми, которых вы и ваши ребята допрашивали по многу раз. Они не сообщили мне его добровольно. Только благодаря напряженным и настойчивым усилиям я его раскопал. Так почему же я должен отдавать его вам? Почему бы мне не использовать его самому? Кремер опустил стакан с пивом. «В самом деле, почему?» «Все это риторические вопросы. Проблема в том, что без этого факта вы даже не можете начать работать, да и зная его, должны очень потрудиться, что в свою очередь потребует дальнейшего, более углубленного изучения лиц, причастных к этому делу и их биографий и взаимоотношений. Я продвинулся достаточно далеко и продвинусь еще, если найму целую армию помощников. У вас уже есть такая армия. Эта работа потребует немалых усилий, для которых ваши люди вполне пригодны. Так почему же им не сделать этого? Ведь именно на полиции лежит ответственность за поимку убийц». Крэмор насторожился. «Что, еще один вопрос?» сказал он. «Опять риторический?» «О, нет! Этот заслуживает ответа. Вы, я уверен, ответили бы утвердительно и газеты бы согласились. Поэтому, я выдвигаю предложение. Я даю вам факт, а вы ловите убийцу. Когда это будет сделано, мы с вами обсудим, был ли этот факт важен для успеха. Смогли бы вы добраться до правды и получить доказательства без него? Если мы согласимся, что не смогли бы, то проинформируйте потом об этом моих клиентов, и я получу гонорар. Не потребуется никаких документов. Хватит и устного свидетельства. Естественно, оно будет сделано только моим клиентам. Меня не волнует, что вы скажете журналистам и вашему начальству». Крэмор хмыкнул. Он вынул сигару изо рта и с подозрением посмотрел на ее откусанный конец, как будто ожидал увидеть там ползущего клопа. Затем вернул ее на место и, прищурившись, посмотрел на Вульфа. «Вы не могли бы повторить?» Вульф повторил, как будто читал по бумажке, не изменив ни слова. Крэмор опять хмыкнул. «А вы сказали, если мы согласимся. Что вы имеете в виду, если вы согласитесь со мной или я с вами?» «Хм, не может быть ничего яснее. Да, но когда все ясно, неплохо было бы перейти к сути. Что, если я уже знаю о вашем замечательном факте?» «Два часа назад вы его не имели. Если сейчас он у вас появился, то мне нечего дать, и, соответственно, я ничего не получу взамен. Если, когда я оглашу этот факт, вы заявите, что он у вас уже есть, то расскажите, когда и от кого вы его получили». Вульф нетерпеливо заерзал. «Это, конечно, связано с фактами, которые уже есть в вашем распоряжении. Например, что в той бутылке вместо хайспота был сладкий кофе. «Конечно, они рассказали вам об этом». «Или с тем, что ваша лаборатория обнаружила следы определенного вещества в виде полоски шириной полдюйма вокруг горлышка бутылки». «Этого они не могли вам рассказать». Глаза Крыма рассудились. «Это могли вам рассказать шесть или семь человек, и все они получают зарплату от муниципалитета Нью-Йорка. Заклинаю вас, прежде чем мы продолжим, скажите, откуда это вам стало известно». «Сдор», раздраженно сказал Вульф. «Я могу найти лучшее употребление деньгам моих клиентов, чем покупать информацию у полицейских, чем вам не нравится мое предложение. Честно говоря, я надеялся, что вы примете его и немедленно. Если не согласитесь, я буду вынужден нанять два десятка людей и снова начать заниматься с этой компанией». «Хорошо». Кремер не расслабился. «Черт возьми, я сделал все, чтобы спасти вас от этого. Я слушаю. Ваше предложение, как вы уже дважды заявляли, предусматривает, что я получу от вас информацию в полном объеме здесь и сейчас». «Так все и будет. Мистер Гудвин даст вам машинописную копию, но вначале маленькая деталь. Я обещал одному из моих клиентов потребовать, чтобы один пункт, если это будет возможно, остался в тайне. «Я не могу утаивать доказательства в деле об убийстве». «Знаю, поэтому и сказал, если это будет возможно». «Понимаю, но ничего обещать не могу. Даже если я дам обещание, то, скорее всего, не выполню». «В чем дело? Расскажите сначала об этом». «Конечно. Мисс Фрейзер не может пить хайспот, потому что он вызывает у нее несварение желудка». «Какого черта?» «Кремер выпучил на него глаза». «Орчард не пил хайспот, он пил кофе. Он не вызвал у него никакого несварения желудка. Он убил его». Вульф кивнул. «Я знаю, но таковы факты. И от имени своих клиентов прошу вас по возможности их не разглашать. Нам потребуется некоторое время, возможно, час, а ваш стакан и бутылка пусты. Арчи». «Я поднялся и без особого энтузиазма выполнил роль бармена. Мне не нравилось, какой оборот начали приобретать обстоятельства. Если Вульф начал какой-то хитрый маневр и просто скармливал Кремеру какие-то крохи, чтобы взамен получить большую буханку, это одно. Если бы у него это получилось, я готов был аплодировать. Если он на самом деле открывает сумку и хочет из нее все вывалить на стол, давая возможность Кремеру распоряжаться всем по своему усмотрению, это совсем другое. В этом случае Вульф играет честно, а это может означать только то, что он сыт по горло и действительно собирается читать стихи или рисовать лошадей, в то время как полицейские будут зарабатывать ему гонорар. Мне это не нравилось. Может быть деньги действительно все, но существует разница каким образом ты их зарабатываешь. Он открыл сумку и вывалил ее содержимое. Он дал Кремеру все, что у нас было. Он даже процитировал по памяти телеграмму, посланную мамаши Шепперд. Пока он это делал, я сжал челюсти, чтобы не сделать четыре или пять извительных замечаний. Я, а не он составил эту телеграмму. Но я промолчал. Иногда я критикую его в присутствии посторонних, но крайне редко при Кремере. И уж не в тех случаях, когда меня обуревают эмоции. У Кремера возникло множество вопросов, и Вульф, как овечка, ответил на все. Мне пришлось уступить свой стул Кремеру, чтобы он смог плюхнуться на него своим могучим задом, звоня себе в офис. Роуклиф, запиши, но не передавай для печати. Кремер говорил твердым начальственным голосом. В нем до мозга костей чувствовался полицейский инспектор. Я у Вульфа, у него кое-что есть для нас, и сейчас, я полагаю, мы заключим с ним сделку. Необходимо начать все сначала. Это как раз из тех случаев, черт бы их побрал. Когда убили не того человека, я предназначался Фрейзер. Все расскажу, когда приеду, через полчаса или чуть позже. Собери всех, кто участвует в расследовании. Выясни, где находятся комиссары и окружной прокурор. Привези Эленор Вейс и Натана Трауба, а также кухарку Фрейзер. Когда я приеду, эти трое должны уже быть. Остальными займемся утром. Кто-то уехал в Мичиган. Я вспомнил, Дорст, не потеряй его, я хочу его увидеть. И так далее. Еще один десяток или около того приказаний. Кремер повесил трубку и вернулся в кресло из красной кожи. Что еще? Требовательно спросил он. Это все, провозгласил Вульф. Желаю успеха. Проходя мимо моего кресла Кремер бросил свою изжеванную сигару в корзину для бумаг, достал новую и, не глядя, засунул себе в рот. «Общем, так», — сказал он, «без сомнения, вы дали мне информацию, но я впервые вижу, чтобы вы выворачивали все карманы, поэтому я снова сажусь. Прежде, чем я уйду, я хочу посидеть здесь пару минут и задать себе вопрос, для чего?» Вульф хихикнул. «По-моему, я только что слышал, как вы приказали вашим людям начать работать на меня». «Да-да», — сигара приобрела вертикальное положение, «все, что я от вас услышал, кажется правдоподобным, но и раньше вам удавалось быть правдоподобным. Клянусь господом, что если в этом есть какой-то подвох, то он зарыт слишком глубоко, чтобы я мог его отыскать. Вы что-то затеяли, в чем ваша хитрость? Что бы вы хотели, чтобы мы сделали? Какие ваши пожелания? У меня их нет». Это очень смахивало на правду. Я не удивлялся, что Кремер подозревает Вульфа, основываясь на своем опыте прошлых лет. Но для меня было абсолютно ясно, что Вульф сыграл в открытую для того, чтобы не перетруждать свои мозги и сэкономить время и энергию. Я много часов провел с ним в этом кабинете и видел много спектаклей, которые он разыгрывал перед разной публикой, так что мне ли не знать, когда он загадывает Шараду? Конечно, я не но я знаю, когда он не хочет ровным счетом ничего. Он просто собирался позволить городским властям сделать все самим. А быть может арестовать мисс Фрейзер за лжесвидетельство, поинтересовался Кремер, или остальных за обман правосудия? Вульф покачал головой. Мой дорогой сэр, вы охотитесь за убийцей, не за лжесвидетелями, или теми, кто мешает правосудию. В любом случае, суд вряд ли признает кого-либо виновным по таким обвинениям, и вы об этом прекрасно знаете. Вы намекнули, что не в моем характере подставлять клиента под такое обвинение, но неужели вы ее арестуете? нет, я надеюсь, вы займетесь выяснением того, кто хотел ее убить, что вам посоветовать? Вы знаете об этом гораздо больше, чем я. В подобных случаях существуют тысячи способов расследования, в которых я ничего не понимаю, а вы без сомнения изучили их досконально. Не буду приводить вам весь список. Если вы захотите со мной переговорить, я у себя, как всегда. Кремер поднялся и вышел. Глава тринадцатая Не могу отрицать, что с чисто практической точки зрения сделка, которую вечером в пятницу Вульф заключил с Кремером была блестящей. Я бы даже сказал фантастической и прекрасно помогающей сэкономить умственные физические усилия. Вне зависимости от того, как закончится дело, не нужно было применять одну из формул профессора Савареза, чтобы показать, что факт, предоставленный Вульфом Кремеру, станет важной отправной точкой. Тут можно было смело заключать пари. Но все же в этой сделке был изъян, который мог стать роковым. Чтобы заработать Вульфу гонорар, пока он играет в свои игрушки, умельцы из полиции должны были распутать это дело. Это козырная карта. Лично я никогда не видел более сложного дела. Прошла ровно неделя с тех пор, как Вульф заключил свое остроумное соглашение, по которому его детальная работа должна была быть проделана доверенными лицами. Я провел эти дни, читая газеты и совершая увеселительные прогулки в отдел по расследованию убийств на 20-й улице, чтобы переговорить с сержантом Перли Стеббинсом и другими знакомыми и дважды с самим Кремером. Это было унизительно, но я хотел любым способом быть в курсе новостей по делу, над которым мы с Вульфом работали. Впервые в истории в этом учреждении меня встречали доброжелательно, особенно когда прошло три или четыре дня. Было что-то трогательное в том, что они каждый раз приветствовали меня как обладателя сокровищ, надеясь, что я пришел сообщить новый факт. Они страшно нуждались во мне. Конечно, они тоже читали газеты, которые исследовали одной из старейших традиций спускать всех собак на полицейских за топорную работу в деле, которая, если бы разбиралась компетентно и быстро, в общем, сами знаете, что пишется в таких случаях. До сих пор общественность не знала, что хайспот вызывает у мисс Фрейзер несварение желудка. Если бы только газеты оказались в курсе этого, Вульф бил баклуши. Строго говоря, это не было рецидивом. Рецидивом я называю такое его состояние, когда он настолько раздражен или настолько напуган количеством или сутью работы, которую предстоит проделать, что решает притвориться, будто никогда об этом и не слышал и отказывается говорить на эту тему. Сейчас все было несколько иначе. Он просто не собирался браться за работу, пока не будет вынужден это сделать. Он охотно читал газеты или откладывал книгу, чтобы выслушать меня, когда я возвращался из очередного похода в отдел по расследованию. Но если я пытался раздразнить его, чтобы он предпринял какие-либо действия, например, нанял бы Сова, Фреда и Фреда, чтобы они кое-что разнюхали, или хотя бы дал задание мне, он снова утыкался в книгу. Если что-то из происходящего и представляло для него интерес, он не подавал виду. Была арестована Элеонор Вэнс, как важная свидетельница, но через два дня отпущена под залог. Как я узнал в отделе по расследованию убийств, за этим не стояло ничего, кроме того, что у нее была наилучшая возможность за исключением кухарки подсыпать что-либо в кофе. Были и другие подозреваемые, список которых значительно расширился в связи с тем открытием, что кофе был приготовлен накануне вечером и находился в квартире мисс Фрейзер все это время, когда туда входило множество людей. Шла работа по выяснению мотивов. Когда происходит убийство, всегда можно найти несколько мотивов, и проблема заключается в том, чтобы точно сказать, какой из них двигал человеком. В Бруклине несколько лет назад один парень зарезал дантиста, нанеся ему 11 ударов ножом в сердце, потому что бедняга вырвал у него не тот зуб. В нашем случае ассортимент мотивов был не больше, чем обычно, ничего особенного, хотя некоторые были хороши. Полгода назад мисс Фрейзер и Билл Медоуз сильно разругались. Она уволила его, и он был вне программы три недели. Сейчас оба не заявили, что горячо любят друг друга. Не так давно Нед Трауп попытался убедить производителя мыла, одного из спонсоров Фрейзер, покинуть ее и подписать контракт с вечерним комедийным шоу. Мисс Фрейзер отплатила той же монетой, уговорив спонсора прибегнуть к услугам другого агентства. На этом дело не кончилось. Были явные намеки на то, что мисс Фрейзер начала подобную кампанию в отношении других спонсоров, включая Хайспот, но их уговорить не удалось. Опять-таки и она, и Трауп утверждали, что их связывает нежная дружба. Члены гильдии радиосценаристов были бы счастливы отравить мисс Фрейзер из-за ее жесткой позиции по поводу требований гильдии изменить условия контрактов. Эленор Вэнс занимала в гильдии не последнее место. Что касается Талли Стронга, мисс Фрейзер не хотела создания совета спонсоров и до сих пор ей не нравилась эта идея. Ну а раз нет совета, то не будет и секретаря и так далее. По мере отсеивания мотивов ставки росли, но не слишком. В случае голосования наиболее популярным стал бы мотив Деборы Коппел. Кто-то из людей окружного прокурора заставил мисс Фрейзер рассказать о содержании своего завещания. Согласно ему, по 10 кусков доставалось племяннице и племяннику детям ее сестры, живущим в Мичигане, остальное Деборе. Это составляло шестизначную сумму, где первой цифрой была либо двойка, либо тройка, но безусловно заслуживало внимания тех, кто не прочь был бы рискнуть. Однако не было никакого намека на то, что мысль об отравлении пришла именно Деборе. Она и мисс Фрейзер, урожденная Оксхолл, в детстве дружили, учились в одной школе в Мичигане, и когда Мадлен вышла за Лоуренса, брата Деборе, стали свояченицами. Обстоятельства смерти Лоуренса, конечно, вновь были подвергнуты анализу, в основном из-за использования цианида. Лоуренс был фотографом, и поэтому, когда ему требовался цианид, ему надо было просто дойти до полки и взять его. А вдруг это все же не было самоубийством? Или даже если это самоубийство, вдруг кто-то мог подумать, что это убийство, и решить, что его жена использовала цианид, чтобы получить 5000 долларов страховки? Теперь, спустя шесть лет, этот некто решил сквитаться с мисс Фрейзер, угостив ее порцией яда. Естественно, лучшим кандидатом на роль отравителя была Дебора Коппел. Полицейские не могли найти даже крошечного кирпичика, с которого могли начать выстраивать версию. Не было никаких свидетельств, что Дебора и Мадлен никогда не были ничем иным, как преданными подругами. Их отношения строились на взаимном интересе, уважении и любви. Но дело было не только в этом. Люди из Мичигана отказались даже рассмотреть идею, что смерть Лоуренса Коппела не была самоубийством. Он был эпохундриком, и письмо, которое он послал своему лучшему другу, местному адвокату, подтверждало это. Мичиган охотно ответил на все вопросы Нью-Йорка, но для них самих никакого интереса это дело не представляло. Еще тысяча версий приведших в никуда возникло в результате попыток связать кого-нибудь из работающих на программу, особенно Эленор Вэнс, с Мичиганом. До этого они пытались это сделать с Сириллом Орчардом, затем с остальными безрезультатно. Никто из них никогда там не был. Вульф, как я уже говорил, прочитал кое о чем из этого в газетах и с любопытством слушал мои рассказы о многом другом. Ему, однако, не дали ограничиться только ролью зрителя. В течение этой недели к нам дважды заходил Кремор, один раз Андерсон, президент Хайспот, были и другие, В субботу вечером пришел Талли Стронг после шестичасового разговора с Кремором и его подручными. Видимо, его здорово заклевали, так же, как и остальных, поскольку они наврали полицейским стрекороба. Стронг не был склонен шутить. Он был настолько опечален, что, когда облокотился на стол Вульфа и наклонился к нему, чтобы сделать несколько замечаний о вероломстве, и его очки сползли на самый кончик носа, он даже не поправил их. Его теория заключалась в том, что соглашение с Вульфом утратило силу, поскольку тот нарушил его. Что бы ни случилось, Вульф не только не получит гонорар, но ему даже не будут выплачены издержки. Более того, его заставят заплатить за ущерб. Он раскрыл факт, который, став достоянием общественности, поведет за собой расследование в отношении мисс Фрейзер ее программы на ФБС и Хайспот. Этот шаг Вульфа был безответственным и непростительным, и, безусловно, дает основания для судебного преследования. Вульф сказал, что все это чепуха, и соглашение он не нарушал. Не нарушили! Стронг выпрямился. Его галстук сбился, а волосы растрепались. Его рука потянулась к очкам, которые едва висели на кончике носа, но вместо того, чтобы поправить очки, он их снял. Вы думаете, что не нарушали? Увидите! И, кроме того, вы подвергли опасности жизнь мисс Фрейзер. Я старался защитить ее. Мы все старались. Все? Удивился Вульф. Не все. Все, кроме одного. Да, все! Стронг вел себя, как сумасшедший, и ничего не слышал. Никто, кроме нас, не знал, что я предназначался ей. Теперь об этом знают все. Кто сможет защитить ее теперь? Я постараюсь. Мы все постараемся. Но каковы шансы? Мне он показался нелогичным. Единственная опасность для мисс Фрейзер, насколько мы знали, исходила от человека, который проделал операцию с кофе. А ему мы наверняка не сказали ничего такого, чего бы он уже не знал. Мне пришлось проводить Талли Стронга до дверей и вывести его на улицу. Если бы он смог успокоиться, чтобы сесть и поговорить, я был бы только рад. Но он был действительно огорчен. Когда Вульф велел мне выпроводить его, у меня не нашлось веских возражений. Тут Стронг вспылил. С первого взгляда любому стало бы ясно, что, пожелая применить к нему силу, то справился бы с ним одной левой. Когда я взял его за рукав, он дернулся и повернулся ко мне так, как будто собирался разорвать меня на куски. Второй рукой он придерживал очки. Мне удалось выпроводить его так, что никто из нас не пострадал. Как и следовало ожидать, Талли Стронг был не единственным, кому пришла в голову мысль, что Вульф совершил предательство, рассказав полицейским об их страшной тайне. Нам сообщали об этом либо по телефону, либо лично. Особо жесткую позицию занял Нед Трауб. Возможно, благодаря добровольному признанию Билла Медоуза, что он поставил бутылку и стакан перед Орчардом, это должно было особенно понравиться людям Кремера. И я могу себе представить, как они на разные голоса повторяли эту Траубу. Мне не хотелось думать о том, что он получит от Уолтера Андерсона, президента Хайспот, и Фреда Оуэна из отдела информации, если кто-нибудь рассказал им о всей полноте предательства Вульфа. До сих пор они явно не знали ужасной причины, по которой в одной из бутылок был кофе вместо напитка вашей мечты. В понедельник после обеда к нам пожаловал охотник за формулами профессор Саварезе. Он тоже явился к нам в кабинет сразу после длительного общения с полицейскими и тоже был не в своей тарелке, но совсем по другой причине. Полицейских больше не интересовали его взаимоотношения с Сирилом Орчардом и вообще ничего, что было связано с Орчардом, и профессор хотел знать почему. Они ничего ему не объяснили. Они снова и снова изучали всю его жизнь с момента рождения до сегодняшнего дня, но по абсолютно другой причине. Было совершенно ясно, что теперь они выискивают связь между ним и мисс Фрейзер. Почему? Какой факт у них появился? С появлением неизвестного и неожиданного факта все вычисления летят к черту, и если таковой существует, он должен обнаружить его и быстро. Это первый хороший шанс, который он получил, чтобы проверить свои формулы в наиболее драматичной из всех проблемах. Он оказался вовлеченным в это дело и собирается во всем разобраться, чего бы ему это не стоило. Но что за новый факт? Действительно ли важно, имел ли он ранее какое-нибудь отношение, прямое или косвенное, к мисс Фрейзер? До этого момента Вульф слушал его, не доходя до точки кипения, но наконец стал настолько раздраженным, что снова приказал мне сыграть роль швейцара. Я подчинился не совсем охотно. С одной стороны, Вульф упустил еще один шанс хоть чуть-чуть поработать самому, поскольку Саварезе был в более чем разговорчивом настроении, а с другой стороны, я сопротивлялся искушению. Вопрос, который запал мне в голову, заключался в следующем. Каким образом этот волшебник цифр переведет несварение желудка мисс Фрейзер в математическую формулу? Если бы мы заставили ответить его на этот вопрос, возможно, это не принесло бы никакой реальной пользы, но, по крайней мере, заняло какое-то время и в такой же степени способствовало расследованию дела, чем то, что делал Вульф. Но, не желая лишних осложнений, я махнул на это рукой. Я выпроводил его за дверь. В любом случае, был только понедельник. Когда прошло еще четыре дня и наступила пятница, то есть прошла полная неделя с того времени, как мы предоставили Кремеру информацию, я был перспективным кандидатом на помещение в психиатрическую клинику. В этот вечер, вернувшись с Вульфом в кабинет после отменного ужина, который не доставил мне удовольствия, я подумал о предстоящих трех или четырех днях, и это вызвало у меня протест. Когда Вульф удобно уселся в свое кресло и потянулся к книге, я заявил. Я иду в свой клуб. Он кивнул и открыл книгу. Вы даже не спросите, в какой клуб? резко спросил я. Хотя, черт возьми, знаете, что у меня нет никакого клуба. Я сыт по горло тем, что сижу здесь день и ночь в ожидании момента, когда в вашу голову закрадется идея, что детектив должен заниматься детективной работой. Вы слишком ленивы, чтобы жить. Вы считаете себя гением. Предположим. Но если мне, чтобы стать гением, надо быть таким же самодовольным, таким же инертным и обладать таким же лишним весом, как и вы, я предпочитаю остаться самим собой. Он читал. Это тот пик, к которому я шел в течение недели, сказал я. Точнее, вы вели меня к нему. Конечно, я знаю про ваше алиби, но меня уже тошнит от всего этого. Нам же совсем нечем похвастаться перед полицейскими. Если этот случай слишком сложен для вас, почему бы не заняться другим, в газетах полно сообщений о преступлениях, как насчет банды, которая вчера украла целый грузовик сыра неподалеку отсюда на 11-е авеню, или пятиклассника, который угодил в глаз учителю леденцом, страница 58-я в Таймс, или если все кроме убийств ниже вашего достоинства, чем плох случай с гадалкой по политическим и экономическим вопросам по имени Бьюла Пул, застреленная в спину вчера вечером. Вероятно, вы распутали бы эту историю за полчаса. Он перевернул страницу. Завтра суббота, сказал я. Значит, я получаю жалование за неделю. Схожу-ка я на бокс в Гарден. Кстати, о контрастах. Вы в этом кресле и пара боксеров среднего веса на ринге. С этими словами я удалился. Однако я не пошел в Гарден. Сначала я отправился в аптеку за углом, где прошел в телефонную будку и позвонил Лону Коану в газет. Лон был на месте и как раз собирался уходить. Он не видел причины, по которой я не мог купить 8 или 10 порций выпивки при условии, что на закуску он получит отбивную толщиной в 2 дюйма. Таким образом, через час мы с Лоном сидели за угловым столиком в заведении Пьетро. Великолепно справлялся с выпивкой и отважно вступил в сражение с отбивной. Я, чтобы поддержать компанию, заказывал хайбол и приступил к третьему фунту орешков. Я почувствовал, насколько ограничил себя, ужиная с Вульфом, только тогда, когда занялся орешками. Мы обсудили самые разные темы от политики до финалов бокса, ни в коем случае не избегая разговоров об убийствах. Стакан Лона наполнялся достаточно часто и перед ним было достаточно мяса, чтобы можно было не без основания ожидать положительной реакции на мое предложение. Поэтому я с невозмутимым видом заявил, что, по моему мнению, газеты слишком взялись за полицейских в связи с делом Орчарда. Он хитро посмотрел на меня. Боже мой, неужели Кремер припугнул тебя, что отнимет лицензию? Или чем-то еще в этом духе? «Нет, дорогуша, настойчиво сказал я, взяв еще один орешек. Этот случай действительно сложен, и ты знаешь об этом. Полицейские и так делают все, что могут. Кроме того, черт возьми, так поступают все газеты. Через неделю начинают придирчиво критиковать, а через две поднимают крик. Так обычно все и происходит. Все этого ждут, и никто не читает. Ты знаешь, что бы я сделал, если бы у меня была газета? Я бы стал публиковать такие вещи, которые бы люди читали». Господи, Лон вытаращил на меня глаза. Что за идея? Напиши мне об этом колонку. «Колонка это только для начала», сказал я. «Мне понадобится по крайней мере страница. Но в данном конкретном случае, исходя из состояния дел, я полагаю, нужна передовица. Сейчас пятница. К воскресенью ты должен сочинить статью по делу Орчарда. Это пока актуально и читателям все еще интересно». «Я не редактор, я репортер. Я знаю и говорю просто так. Наверняка твоя газета поместит в воскресенье передовицу об Орчарде, но что в ней будет написано? Она будет называться «На страже порядка», и речь в ней пойдет все о том же, так что даже один из тысячи читателей не продвинется дальше первой строки. Если бы это зависело от меня, я бы назвал статью «Слишком стар» или «Слишком толст». И речь была бы не о полицейских. Я не упоминал бы имени Нира Вульфа. Я бы напомнил о лучах рекламы, в которых некий известный частный сыщик взялся за дела Орчарда и о том, какие надежды это вселило. Судя по его послужному списку, надежды не казались необоснованными. Теперь мы видим, как ошиблись, поскольку за 10 дней он ничего не разгадал. Причина может заключаться в том, что он стал слишком старым или слишком толстым, или что в действительно трудных случаях он пасует. Каковы бы ни были истинные причины, это доказывает нам, что в защите от опасных преступников мы должны полагаться на наших умелых и хорошо обученных полицейских, а не на так называемых блестящих гениев. Я сказал, что не буду упоминать о полицейских, но думаю, что в самом конце я все же сделал бы это. Может быть, я добавил бы фразу, что даже если они и завязнут в деле Орчарда, это все равно храбрые люди, которые охраняют устои нашего общества от сам знаешь чего. Лон, проживав большой кусок отбивной, собрался заговорить, но я остановил его. Они должны прочесть это, обязательно. Я знаю, что ты не редактор, но ты лучший работник газеты и тебе разрешено разговаривать с редакторами, не так ли? Я был бы очень доволен, если бы появилась такая передовица хотя бы в порядке эксперимента. Настолько доволен, что если бы газета опубликовала это, я захотел бы выразить свое восхищение, дав ей возможность первое откусить лакомый кусочек от одной очень интересной темы. Лон поднял брови. Если не хочешь, чтобы меня одолела скука, переверни все вверх ногами, пусть эта интересная тема окажется наверху. запросто. Ты хочешь поговорить об этом? Почему бы нет? Я подал знак официанту и он снова наполнил наши стаканы. Глава четырнадцатая Я бы отдал все на свете, по крайней мере в пределах сорока центов, чтобы узнать, прочитал ли Вульф эту статью до того, как я показал ему ее вечером в воскресенье. Думаю, что да. Он всегда проглядывает передовицы в трех газетах, одна из которых газет, и если он заметил ее, то должен был прочитать. Она называлась «Ложная тревога» и содержала идею, которую я изложил Лону. Я, конечно, знал, что Вульф не начнет брызгать слюной и должен был ожидать, что он не подаст никакого знака и никак не будет комментировать статью. Тем не менее, ближе к вечеру я забеспокоился. Если он не читал ее, надо подсунуть ему газету, а это рискованно. Надо проделать это правильно, иначе он унюхает неладное. Поэтому я обдумал, какой должна быть моя естественная реакция, если я случайно наткнусь на эту статью. Я поступил так. Развернул стул, улыбнулся ему и небрежно спросил, вы не видели передовицу в газет под названием «Ложная тревога»? «О чем?» проворчал он. «Прочтите лучше сами». Я поднялся, подошел к его столу и положил газету. Забавно, но у меня такое чувство, будто я сам ее написал. Это единственная статья за последние несколько недель, с которой я абсолютно согласен. Он взял газету. Я снова сел на стул и уставился на него, но он закрыл газетой лицо, и мне не было ничего видно. Читает он медленно, и хотя времени ушло достаточно, чтобы прочитать всю статью дважды, он сделал бы точно так же, если бы уже знал ее наизусть. Он хмэкнул, бросил газету. Песака, у которого разгулялась язва, и вынудила его сесть на диету. Да, видимо, так. Крыса, презренная вожь, если бы он только знал, как вы потеете и волнуетесь, не спите ночами. Арчи, заткнись. Да, сэр, я очень надеялся, что выглядел естественно. На этом все и кончилось, но я не чувствовал себя побежденным. Я и не надеялся, что он начнет рвать на себе волосы или расхаживать взад и вперед по комнате. Немного позже к нам зашел его старый приятель Марко Вукчич, чтобы скоротать воскресный вечер с легкими закусками. Мне было любопытно, покажет ли Вульф ему статью, поскольку это было бы плохим знаком. Он не показал. После того, как Марко ушел обратно в ресторан Рустерман, лучший ресторан в Нью-Йорке, потому что он им управлял, Вульф снова уселся с книгой. Он не прочитал и десяти страниц, когда загнул уголок, закрыл книгу и бросил ее на дальний конец стола. Затем поднялся, прошел через комнату к глобусу, остановился около него и стал изучать географию. Похоже, что это обрадовало его не больше, книга, потому что он подошел к приемнику и включил его. Настроившись поочередно на восемь разных станций, он пробормотал что-то, вернулся в свое кресло, сел в него и нахмурился. Я наблюдал за всем этим лишь краем глаза. Поскольку был якобы настолько глубоко погружен в журнал, что даже не знал, что он в комнате, он заговорил первым. Арчи! Да, сэр? Прошло девять дней. Да, сэр? С того дня, когда ты великолепным способом доставил эту самую мисс Шепперд. Да, сэр? Он был тактичен. Он имел в виду, что прошло девять дней с тех пор, как он совершил чудо, обнаружив полоску на бутылке и расстройство желудка у мисс Фрейзер. Но он вычислил, что если бросит мне кость, то я не буду огрызаться и злорадствовать. Тогда было бы логичным предположить, что требуется обычная работа. Но события этих девяти дней не подтвердили этого предположения. Да, сэр? Соедини меня с Кремером. Конец пятой части. Продолжение следует. Если вам нравится наш канал, то по возможности поддержите его финансово. Реквизиты для оказания помощи указаны в описании к данному ролику. Будем вам искренне признательны. С уважением, руководитель канала Актер Юрий Яковлев-Суханов.